Всем привет! У нас сегодня шикарная погода. Вернее, была так не очень. Я вышла, тут прям одновременно вышло солнце. К сожалению, у меня нет солнечных очков, но ничего страшного. Я бегу к своим ученикам пешком. У меня по четвергам я себе устраиваю такой марафон. Я иду пешком 45 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немецким, где мне нравится сама программа, где мне нравится человек, который ведет эту тренировку. И я себе включаю тренировочку и с удовольствием делаю вместе с девушками, в основном которые... Не бегаю, но сейчас хожу пешком, быстрым шагом. Вот, и вообще мы часто ходим пешком, если вы помните. Я уже об этом часто рассказывала. Потом, например, у людей постарше уже проблемы с геленьками. Как это по-русски? Геленьк... В общем, с костями ломят кости, потому что постоянно сыро, холодно. Ну ладно, не будем, а грустно. Сегодня классная погода и тепло. Солнце, ну так, где-то градусов 17-16. Для Гамбурга это тепло. Знаете, сегодня утром читала ваши комментарии. Так приятно почитать комментарии и ответить на них. Прям, я не знаю, я прям получаю удовольствие. И от того, что видео снимаю, и от общения. А так вот, был один комментарий от девушки. Сейчас не помню, как её зовут. В общем, она там рассказывает о том, какая у неё была училка по фортепиано. Как она её била линейкой по рукам. Бедная. Мне прям, знаете, так жалко. Эту девушку стало. Ну и она потом пишет, что в какой-то момент она просто забросила занятие музыкой. Она даже написала, что что-то будто сломалось, знаете, внутри. А ещё там она написала, что у учительницы зато были самые хорошие ученики в школе. То есть результаты были. Но, знаете, моё мнение такое. С одной стороны, конечно, результаты хорошие — это хорошо. Но какой ценой они добиваются этих результатов. Когда человек потом просто бросает музыку. Она занималась музыкой, серьёзно занималась. Потом просто отбили ей всё желание. Такая ещё психологическая травма. Зачем это нужно? Мне кажется, пусть лучше результаты будут не такие крутые. Так зато человек будет с удовольствием всю жизнь музыкой заниматься. А вот так вот отбивать ему охоту — это, конечно, никуда не годится. Здесь, слава богу, в Германии вы наверняка об этом знаете. Нельзя бить ученика. Нельзя линейкой по рукам или что бы это ни было. Ничего этого нельзя. Потому что уволят тут же. Не будут даже особо разговаривать и разбираться. Я помню, когда училась здесь в консерватории, у нас даже был урок по педагогике. Нам там говорили, что ни в коем случае ребёнка даже вот так просто за руки не хватать. Ну, когда там хочешь что-то показать. То есть перед тем, как вы хотите его схватить за руку или за палец, или за что-нибудь, нужно спросить разрешение, предупредить. Ну, это, мне кажется, уже перебор. То есть если вы там не собираетесь его бить, а просто хотите, например, взять его за кисть, чтобы кисть у него расслабилась, мне кажется, это можно сделать и так, без предупреждений. Хотя нас учили, что нужно обязательно спрашивать. Можно я к тебе дотронусь? Вот. А уж про то, что бить линейкой, я вообще молчу. Ой, я такого тоже у нас в Молдавии насмотрелась. В нашей музыкальной школе. У нас тоже и линейкой били, и так подходили кулаком в плечо, как зарядят. Зарядят. Ужас. Я вообще сейчас вспоминаю. Это, конечно, знаете, как разные миры. А здесь немцам об этом рассказать или им показать это, они просто в шоке. Вот. Как моя коллега на конкурсе. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вот видите, бегают. Сегодня, кстати, мало людей бегают обычно. Ходишь, прям бегут один за другим. Вот здесь мне очень нравится. Можно водичку попить. Бесплатно. Питьевая вода. Сейчас попью. Вот видите. Сюда нажимаешь. Так, сколько у нас времени? Ого! Мне через 15 минут начинать работать. Я, видно, скорость убавила, пока рассказывала. Мне сегодня до вечера работа. Так что вечером приду и посмонтирую это видео. Очень хочется снимать. Но так как времени нет сесть и что-то рассказывать, я вот сегодня вот так на ходу снимаю. Тем более, что многим интересно что-то увидеть новое. Ну, тут хоть природа красивая. Заходите обязательно в мой инстаграм, потому что я там выкладываю фотографии, видео. Я часто там играю и показываю Клару, и показываю, что я готовлю, что я ем и так далее. Сторис смотрите обязательно. То есть вы можете просто посмотреть под видео. Я оставляю линк от инстаграма. Вы просто нажимаете на этот линк и смотрите. То есть вам не нужно там анмельдоваться, логин или что-то такое. В общем, вы просто можете смотреть фотографии. А для того, чтобы писать там комментарии, там со мной общаться, то уже нужно, как это сказать на русском языке, зарегистрироваться, вот. Субтитры сделал DimaTorzok